опаду простите просто можно мне попробовать спасибо большое здрасте в эфире спорта им самая в подмосковье завершился личный чемпионат страны по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия сборная нашего региона завоевала на этих стартах 8 медалей золото на счету леонида якимова награду высшей пробы он взял в упражнении скорострельный малокалиберный пистолет дистанция 25 метров супруга леонида дарья готовина также показала лучший результат но в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров в архангельске прошел второй этап кубка россии по пейнтболу среди команд северо-западного федерального округа в гости к хозяевам площадки пожаловали спортсмены из ленинградской и мурманской областей а также республики коми состязания проходили в трех дивизионах в двух из них победу одержали игроки местной команды черная метка еще одно первое место завоевали снайперы из дружины кейвы кх представляющий город кировск мурманской области на острове краснофлотский прошел открытый чемпионат области по выездке за награды турнира боролись три десятка пар наездниц и лошадей из пяти конных клубов столицы поморья и приморского района в числе победителей оказались софия кузнецова на коне бест евгения лобанова на понтиаке и алена воробьева на лошади бордо подробнее в программе расскажем о босоногих футболистах бегающих огнетушителях и парусных водоплавающих жара пляж это значит пришло время рассказать о традиционном турнире по пляжному футболу дружище форму взял на что кого усилить никого тоже не умеешь не умею безумству храбрых поем мы славу носиться босиком по песочно стекольному архангельскому пляжу могут только йоги или как в нашем случае фанаты пляжного футбола собрались они на девятый по счету турнир посвященный дню города провести его неделю назад погода не позволила понимая участие девять команд они поделены на три группы по три команды то есть выходит в плей-офф то есть три первых места и одно второе лучшее классическом пляжном футболе играется три тайма по 12 минут мы играем немножко по еще на программе играем два тайма по 12 минут казалось бы что там два по 12 но к концу турнира футболисты вместе с потом пару килограммов теряют вот и игрокам команды переней не хватило сил на второй тайм в матче за бронзу ибо только что в одной второй бились первая половина утешительного финала прошла при равной борьбе и завершилась при столь же равном счете 2-2 но концовка осталась за парнями в красной форме 5-2 в их пользу и бронза уходит на три буквы к дружине под названием фады впрочем они признают усталость соперников сыграла свою роль здесь не ровное поле песок по нему ходить то сложно а тут бегать надо мяч постоянно скачет даже сколько ляпов в вратарей было причем это из-за кочек элементарных с обычный дальний удар от своих ворот кочка и все вратарь дезориентирован в финальном противостоянии вратарь команды рекорд четыре раза доставал мяч из сетки собственных ворот его оппонент из дружины искра в два раза меньше левобережная команда второй год подряд выигрывает этот турнир вот эта игра как раз это наша игра как говорят из кросска все говорят ребята что вот головой побороться через себя ударить побороться вообще в корпус все это наши как бы какой да да у нас может техники не хватает чуть чуть ну и конечно не у всех есть конечно ребята техничные но в основном у нас борьба и игра головой такие на зубах что по сравнению команда у нас солнечная на желтая пляжный футбол желтый цвет формы помимо главного кубка желтый свет принес искре и индивидуальную награду. Ее нападающий Дмитрий Данин стал главным бомбардиром соревнований. На его счету 9 голов. Серебряного призера турнира Василия Рыкова из рекорда отметили как лучшего игрока. Стража ворот дружины ФАД Александра Хабарова признали лучшим в своем амплуа. У этих ребят лучше не просить прикурить. Огню они привыкли давать отпор. Профессия у них такая родину защищать от пожаров. Впрочем на чемпионате северо-запада по пожарно-прикладному спорту не только профессиональные огнеборцы. Немало ребят, а с недавних пор и девчат, для которых это именно что спорт. По крайней мере на время учебы. Буквально 4 года тому назад в наш спорт пришли девушки, девочки и женщины. Каждый в своей номинации. Тем самым наш спорт стал такой полноценный. Во всех видах программы принимают участие, как это требует Олимпийская хартия. Стремление у нас именно туда, для того, чтобы попытаться, чтобы наш спорт был на более высокой ступени. Вот и карабкаются по ступеням штурмовой лестницы свыше 300 спортсменов из 11 команд. В каждой 8 юношей, 7 мужчин и 8 представительниц прекрасного пола. Представлен весь северо-запад. Есть и гости из Ярославской и Тверской областей. Воры-форточники участникам состязаний завидуют. Попробуй-ка за считанные секунды в окно влезть, пусть и учебной башни. Среди девушек быстрее всех с этой задачей справилась Анастасия Романова из Санкт-Петербурга. Нужно усердие, целеустремленность и вообще нужно полюбить этот спорт, чтобы получалось. Он не похож ни на один из видов спорта. Он уникальный, мне очень нравится. Безбашенное покорение башней – одна из четырех дисциплин на соревнованиях. Была и стометровая полоса препятствий, и непосредственное столкновение с огнем во время пожарной эстафеты. Довершала программу зональных стартов боевое развертывание. Команды попарно, параллельным курсом и на перегонки, прокладывали от мотопомпы рукавные линии и тушили условный пожар. У девушек отличное время показала команда Карелии. Секрет успеха прост. Работать в команде. Надо быть сплощенными. Вот расскажите, как давно вы, что называется, сплачиваетесь вместе? Много ли тренируетесь? Вы не поверите, ровно месяц. Да, за этот месяц произошло столько, что мы очень сильно сдружились и все, вот, вышло как вышло. Казалось бы, неплохо выступили и парни из Архангельской области. Соперников, шедших на соседних дорожках, опередили. Но итоговое время не позволило претендовать на награды. Опыта пока не хватает. Мы тренируемся уже две недели здесь. У нас из Коныша, из Коряжмы, Котлас, вот, и из Архангельска самого. Скажи, как ты считаешь, этого времени хватило вам, чтобы, так сказать, понять? Можно было еще и побольше. Раньше нас бы забрали. Лучше бы результаты были. Ну, там по времени у нас нехорошо получилось. Могли и лучше. Что-то не получилось. Там еще с разветвлением не закрепили. Вот и пошел фонтан опять. И все же сборная Поморья выступила достойно. В эстафете, например, были третьими. А в итоговом протоколе оказались на пятом месте. Ну, а в лидерах те, кого и ожидали на верхней ступени пьедестала почета – команда Санкт-Петербурга. Вторую строчку общего зачета оккупировали представители КОМИ. Замкнула тройку призеров команды Ярославской области. В этом месяце в Подольске пройдет финал чемпионата России по пожарно-прикладному спорту. Представлять северо-запад на нем будет дружина северной столицы. Акула! Ну все, Оскар нам обеспечен. Вам лучше меньше фильмов смотреть. Ну и ладно. Смотрите, а сюжет про четвертую двинскую регату. Плыви отсюда. Юные мариманы ушли в поход, причем на крейсерских яхтах. Это воспитанники парусного центра «Норд» с тренерами в качестве капитанов отправились подальше от городской суеты и привычного Кузнечевского моста на лоно природы. Подобная романтика многих и завлекает в парусный спорт. Анну Третьякову в том числе. Затянуло морские узлы, подготовка на воде, хорошие тренера. И все лето на свежем воздухе. Свежий воздух географически находится возле Бобровского рейда. Именно здесь по традиции проходит двинская регата. В этом году стартовала уже четвертая. Участие в ней принимают почти 70 спортсменов. Соревнования проводятся в классе оптимист, кадеты, блуч-мини. Ребята гоняются от 9 лет и до 18 лет. Необходимо пройти дистанцию и финишировать первым. В дальнейшем ребята все время меняются. Каждый гонщик участвует все время на разных лодках. Происходит круг пересадки. Из пяти лодок гонщик должен прогоняться на всех пяти лодках. Это, так сказать, для уравниловки. А то мало ли у кого яхта получше оснащена. А ведь оценить-то надо не ее, а мастерство спортсмена. Вот ребятня и делает трокировки. На финише, занятые по итогам всех стартов места, суммируются. Михаил Боровиков сделал себе неплохой задел на будущее. Два первых заезда выиграл за явным преимуществом. Сложность только в том, что тут течение сильное и сносится очень сильно. А так все нормально. Я очень хорошо стартовал, а у некоторых был фольстарт. Тут надо иметь творчество, а не силу. То есть думайте головой. Сергей Филин как раз думает, что же ему ближе. Жидкое или твердое состояние H2O. Склоняется к ледовой глади. Оно и понятно. В этом сезоне, на минуточку, юноша выиграл первенство мира по зимнему виндсерфингу. Зимой это не так сыро и более теплее, чем летом в воде. Тебя тренеры за такие слова сейчас не выгонят? Нет. Летом тоже интересно. Каждый выход на воду – это новое ощущение. Испытываешь. Что нужно делать, чтобы успешно и быстро преодолевать дистанцию? Знать направление ветра и знать, в какую сторону течения и какой силы. Много сил пришлось потратить и участникам. Гребли по полной, ибо с ветром была беда. По крайней мере, в день нашего приезда. Лучше всех приноровился к обстоятельствам Игнат Трефилов. Он стал первым во всех дисциплинах. В классе «Кадет» золото с ним разделил Степан Пахтусов. Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Спорт Тайм», передача, в которой важна не просто работа мышц, но и умение работать головой. Беги голову!